Это пятая партия решающая. До этого хозяева паркета взяли две, затем отдали две. Чашу весов в свою сторону удалось склонить буквально на краю пропасти под названием обидное поражение. 3-2 словно испытание на стойкость и заодно проверка нервной системы болельщиков. Я думаю, команда устала очень сильно. Мы после игры с «Искрой» приехали и практически без выходных тренировались. Измотались немножко. Мне так кажется. И сегодня утром тренировка, тоже немножко загрузились. Ребята молодые, скоростная игра. Но мы выстояли. Университет пока лихорадит. С выездного вояжа по маршруту Грозно-Денцова удалось привести одну победу. Вот в этой серии из двух поединков с Нижним Новгородом добыли тоже одну. Подача и еще раз подача. Залог успеха, уверен рулевой студентов Иван Воронков. Вот только с этим компонентом у барнаульцев есть проблемы. Обещают доработать. Две партии сложились на первый взгляд. Легко. Но они легко только потому, что мы сделали очень мало ошибок в подаче. Мы хорошо принимали. Естественно, был хороший съем. Затем в третьей партии пошла череда ошибок. В первую очередь в подаче. Мы начали ошибаться. Мы не подали, по-моему, 6 или 7 подач. А это для одной партии очень много. Согласитесь. Череда встречи за Кубок страны, перелеты, переезды, серьезные нагрузки на тренировках. Как в таких ситуациях говорят профессионалы, наелись, подустали. Есть такое дело на общей. Общие кондиции, конечно, не самые лучшие. Но набираем потихонечку ход. Так получилось, что к чемпионату подошли. Кубки сильно хорошо отыграли. Потратили много эмоций. Блин, маленько начали. Как бы тут травмы. В обойме у Ивана Воронкова есть, пожалуй, главный козырь этого сезона. Филипп Воронков пока же втягивается, набирает физическую форму. До этого полгода не тренировался. Возможно, поможет в ближайших выездных встречах против Стерли, Тамака и Тюмени. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.